В Тобольске зарегистрированы случаи заболевания корью. Важно знать, это вирусное инфекционное заболевание, после перенесения которого у человека формируется стойкий иммунитет. Корь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легким, судорогами и даже воспалением головного мозга. Передается воздушно-капельным путем. Начинается все, как любая инфекция, повышается температура, несколько дней может быть субфибрильная температура, потом появляются катаральные явления, кашель. И через несколько дней появляется сыпь. Основной признак этого заболевания – это сыпь, которая идет сверху вниз. Защита от нее – вакцинация. Согласно национальному календарю, прививка от кори ставится дважды. Обычно такой схемы вакцинации от кори достаточно для формирования иммунитета, который сохраняется в течение 20 лет. Вакцинация начинается с детского возраста – в 12 месяцев и, соответственно, в 6 лет. При отсутствии прививок у взрослых вакцинации подлежат взрослые от 8 до 35 лет включительно, не болевшие, не привитые ранее или привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори. Отношусь я к вакцинации положительно. То есть всем своим детям тоже прививки я ставила как положено. То есть с рождения как положено все прививки были проставлены. Сейчас вот звонили, предлагали поставить прививку, но так как мы кашляем, поэтому мы отказались. Кроме детей, вакцинации подлежат взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группе риска. Это работники медучреждений, учителя, продавцы и другие профессии, подразумевающие общение с большим количеством людей. В городе Тобольске зарегистрировано 25 случаев заболевания корио. Все случаи не связаны друг с другом. На сегодняшний день 21 человек выписаны с выздоровлением. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий среди контактных лиц, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация контактных лиц. Специфический иммунитет, полученный благодаря проведенной в детстве вакцинации, ослабевает спустя годы, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Прививочные кабинеты во всех филиалах городской поликлиники работают с 8 утра до 7 часов вечера с перерывами на обед. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.